Друзья, всем привет! Сейчас я нахожусь на одном из наших объектов, на котором мы будем монтировать фиброцементный садин кедрал. Это, в двух словах, дом из бруса, которым мы утеплили минераловатным утеплителем толщиной 100 мм по деревянному каркасу. Вот дом находится сзади меня. Как вы видите, он уже окутан диффузионной мембраной полностью везде по всему дому. И начали монтировать шаговую обрешетку, доска сухострога на 95 на 20, для того, чтобы на нее уже монтировать фиброцементный сайдинг. В двух словах рассказал, сейчас буду вам показывать некоторые нюансы на этом доме. Здесь вот у нас лежит кедрал. Мы его закрыли пленкой, чтобы снег на него не попадал. У нас сам цвет основной, это C21 коричневый цвет под пленкой, вот он, видите, лежит. И здесь вот у нас идет белый кедрал, для того, чтобы обрамлять окна, двери. Темный дом со светлыми обрамлениями. Видите, здесь обрешетка уже практически готова. Какие-то нюансы у нас здесь, каких-то нюансов у нас здесь не хватает. Небольших пленка, как я уже сказал, это диффузионная мембрана, дельта, моу, вент. Все стыки у нас проклеиваются специальной лентой. На некоторых объектах мы используем пленку, которая идет с самоклеящимся слоем. На фасады это не очень удобно. В основном мы используем пленку, которая идет без самоклеящегося слоя. То есть фасадную пленку проще проклеивать ленты. На крышах проще использовать пленку без ленты, удобно. Вот так вот это выглядит. Пойдемте дальше, я вам тоже покажу. Здесь у нас еще обрешетки нету, но вот видите, ребята, здесь как обходят окна. У нас здесь сделаны такие специальные углы, для того, чтобы вот это место было герметичным. Вот так у нас выглядит под окном. Видите, утеплитель заходит на раму окна. И потом вот эта мембрана будет специальным клеем проклеиваться по периметру, для того, чтобы вот это место было воздухоизоляционным. Все стыки, видите, все здесь проклеено. Пойдемте, другое окно посмотрим тоже. Здесь какие-то клеи, непонятно. Вот видно, что здесь тоже утеплитель заходит на раму, мы видим. Все здесь у нас проклеено лентой. С этой стороны у нас обрешетка уже практически смонтирована. У нас, видите, не хватает здесь вот только вот таких вот стыков. Стыки есть у нас на той стороне. Как мы сделаем, сейчас я вам покажу. Делаем мы их ОСП. А вот даже вот здесь вот, если вы посмотрите наверх, видно, вот видите, стыкуемся в специальный ОСП 9 мм и 4 самореза, чтобы у нас доски между собой были жестко соединены. Здесь у нас обрешетка выравнивается на дистанционный саморез. Давайте посмотрим. Вот видите, она как бы отходит от стены. Вот эта нитка. То есть они выставляют углы. С этой стороны доску выставили. Давайте подальше отойду. С этой стороны доску выставляют, натягивают нитку и, соответственно, саморезами дистанционными потом начинают вытягивать обрешетку для того, чтобы у нас плоскость стены была ровная. Пока это выглядит вот так вот. Здесь у нас идет по периметру обрешетка уже подготовленная, для того, чтобы потом можно было монтировать наличие. Вот как-то так здесь сделано. Вот здесь вот уже окно. Видите, вот в этом месте, вот в форме вот такой вот пятнышек, это клей. Вот он, видите, есть. Вот эти откосы, они уже проклеили. Вот видите, оно уже приклеено так, чтобы вот это место было, наверное, герметичным с точки зрения воздуха и заряции. Пойдемте с этой стороны еще пройдем. Здесь вот он, заказчик экран. Его тоже будут обклеивать. Его тоже будут обклеивать лентой. Вот видите, на обрешетке у нас вот такие вот стрелочки. Это стыковочная доска. Ребята сразу отмечают. 360 у нас идет вот от края, да, отмечая там, грубо говоря, 360 и, соответственно, у нас... На этой доске идет сразу стык. Вот здесь вот у нас. Видите, где стрелочки, там у нас идет... Там у нас идет стыковочные доски. В середине доски у нас должен оказаться кедрал. Чтобы, грубо говоря, когда мы соединяем две панели, да, чтобы это было примерно посередине. Вот так это все выглядит. Вот такой вот небольшой обзор наших работ. Зимний монтаж фиброцементного ссадинга кедрал вот с утеплением 100 миллиметров по деревянному каркасу на дом из бруса толщиной 150 на 150. Вот так вот это все выглядит. И вот все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.